Привет! Сегодня открывается бета-островов, и наконец-то их смогут попробовать не только сотрудники Яндекса, но и другие пользователи. И мы поговорим о проекте с его руководителем Тарасом Шаровым. Привет, Тарас! Расскажи немного больше о платформе Острова и о том, почему сегодня мы возвращаемся к этой теме? Давай я сразу тебя поправлю. Когда мы анонсировали Острова, мы говорили о том, что это и продукт, и платформа, и интерфейс. Что сегодня происходит? Сегодня мы открываем бету Островов, в которой мы запускаем наш новый островной интерфейс и некоторое количество интерактивных ответов. Как так получилось, что ты стал руководителем этого проекта? Получилось оно случайно. Где-то полтора года назад мы начали проект, целью которого было снять ограничения в дальнейшем развитии функциональности поисковой страницы. Этот проект делался в стороне от основного поиска и протекал в таком режиме стартапа. У нас была первичная идея, и мы эту идею развивали постепенно. Ну то есть сначала у нас появился внутренний прототип без дизайна. Затем мы создали первую версию дизайна и запустили его на яндекс.ком. Посмотрели на первые результаты, сами попользовались, сделали какие-то выводы из этого и начали работать над второй версией дизайна. Уже на этот момент у нас были сформулированы какие-то первые принципы относительно блоков на выдаче, относительно того, что должен содержать интерфейс. И где-то на втором шаге, момент у нас подхода, у нас возникла продуктовая идея о том, что интерактивные ответы могут разрабатываться не только нашими силами, но и самими вебмастерами. Вот к третьему подходу мы уже работали так, как будто это все предназначено именно для вебмастеров, то есть для такого краудсорсингового режима разработки. И вот тут ты говорил о том, что это интерактивные ответы. Расскажи о том, что можно будет делать на страницах результатов поиска и пользователям, и вебмастерам. Какая там интерактивность у тех и у других? Во время анонса мы рассказывали о трех базовых идеях. Первая — это формы, которые отрисовываются прямо на выдаче у нас поисковый. Вторая — это ключевая часть ответа, получаемая нами от контентных сайтов. И третья — это транзакции прямо на выдаче. На данный момент мы запускаем первый этап, то есть формы внутри нашей выдачи. А с того момента, как мы рассказали на Як об островах, много об этом говорили, и, наверное, там был большой поток. Расскажи, сколько вообще было премьеров уже у вас? Ну, отклик превзошел наши ожидания. В песочницу, которую мы запускали одновременно с анонсом, пришло несколько тысяч вебмастеров, и они создали свои тестовые острова. После того, как мы все это просмотрели, убрали дубли, убрали какие-то совсем битые острова, у нас насчиталось несколько сотен действительно хороших решений. В дальнейшем мы начали прорабатывать часть из этих решений, ну и как бы планируем дальше двигаться по этому списку. А как мы будем решать, какие острова будут попадать на выдачу? На данный момент мы их делаем, что называется, вручную, ну, потому что мы хотим, с одной стороны, лучше понять потребности пользователей, с другой стороны, потребности вебмастеров, а в дальнейшем, сформулировав четкие правила, автоматизировать весь этот процесс и сделать так, чтобы острова могли запускаться в большом объеме. Ты говорил о том, что именно внешний вид островов, он как бы сформировался постепенно. Вот расскажи, как получилось так, что это не выглядит так, как есть? Часть этой работы случилась до анонса. Ну, то есть мы, изучая наши собственные ответы, состав данных, пришли к некой составной модели, когда есть досрочная часть ответа, наш классический ответ, внутри которого мы можем выделять ключевую его часть, и предлагаемые решения, которые могут быть либо в виде уже каких-то готовых решений, либо в виде интерактивной формы. Если говорить именно про внешний вид той самой интерактивной формы, то здесь нам очень помогли те самые вебмастера, которые создали несколько тысяч островов. Это был очень хороший материал для изучения. Насмотревшись всего этого, мы поняли, как нам нужно формулировать первые гайды для создания островов. Много очень спрашивали о том, повлияют ли острова на ранжирование. Острова впрямую не влияют на ранжирование. Они, если и способны что-либо изменить, то в долгосрочной перспективе. Что это значит? Если вы создали по-настоящему удобный, решающий задачу пользователя остров, то он будет предпочитать ваш ответ любым другим, что в долгосрочной перспективе сможет сказаться на том, что именно ваш ответ начнет подниматься на выдаче. А как мы поняли, что этот ответ полезен? Как мы поняли, что острова полезны? Мы провели ряд исследований в нашей лаборатории. Что мы сделали? Мы взяли две категории пользователей. Одна из них — это молодые пользователи, вторая — это пользователи среднего возраста. Всем им показывалась старая выдача и новая выдача, и ставились определенные задачи. Мерились позиции первого, второго клика, мерилось время до этих кликов, строились тепловые карты взглядов, строилась траектория фиксации внимания. Ну и в режиме открытого анкетирования еще с людьми проводилась беседа об ощущениях, которые они испытывали, пользуясь новой выдачей. Какие важные результаты мы получили? Первое. Обе категории пользователей более эффективно работают с новой выдачей. Второе. На мой взгляд, это очень круто. До получения прямого вопроса, а вы не заметили, может быть, что-то изменилось в интерфейсе, люди до этого не обращали внимания, что они находятся в новом интерфейсе. То есть мы настолько хорошо справились с задачей о сохранении привычности, что люди не замечали подмены. Но тем не менее, одним из таких заметных изменений для многих было то, что иконки, фавоконки сайтов, они переехали вправо. Расскажи, вот чем руководствовались вы, когда вносили такое изменение, или дизайнеры, почему так? Это такой наш очередной интерфейсный эксперимент. Мы хотим наделить смыслом любой элемент, находящийся на выдаче. Для этого нужно сравнить старый дизайн с новым. В старом дизайне фавоконка во многом выполняет роль некого такого буллета в списке, ориентируясь на который человек начинает читать сниппет. В новом интерфейсе мы хотели бы, чтобы фавоконка была значимым сигналом, который действительно что-то значит для пользователя. Поэтому фавоконки теперь есть не у всех сайтов, а только у тех, которые действительно могут помочь пользователю. И мы их отнесли вправо для того, чтобы люди перестали их воспринимать именно как буллеты. То есть это как часть этой концепции релевантного интерфейса? Расскажи немножко больше про именно релевантный интерфейс. Что это такое? Ну вот смотрите, жизнь проще не становится. Ну то есть как бы вселенная интернета расширяется, количество сервисов увеличивается. Сам Яндекс успел разработать уже порядка шести десятков сервисов. Когда вы что-либо спрашиваете, то потом мы вам замешиваем результат, который мы нашли в интернете, с результатами, которые мы получили от наших собственных сайтов, сервисов. Что мы хотели построить? Мы хотели бы построить интерфейс, который помогает вам разбить ваш запрос на подтемы и сервисы, которые в этот момент действительно могут хорошо ответить. В общем, как бы вот эта идея, она и лежит в интерфейсе, который мы пытались построить. То есть вы спрашиваете, он распечатывает некое знание того, что он знает про ваш запрос и не содержит ничего другого. То есть вы меняете запрос, он полностью меняется. Спасибо большое, Тарас, за то, что рассказал обо всем этом. И я думаю, мы еще вернемся к теме того, как развивается поиск и его результаты. Спасибо. Пожалуйста.